Спортлайф Доброго времени суток! В эфире Спортлайф. Главные спортивные события недели в одном выпуске. Поехали! Воспитанница отделения регби с шор номер три Диана Глушенко выступила в составе сборной команды России по регби-7 на чемпионате Европы. Россиянки прошли всю турнирную дистанцию без поражений. По ходу соревнований наши девушки обыграли Германию, Португалию, Уэльс, Бельгию, Польшу и Шотландию. Повторить результат России никто из конкурентов не смог. Как итог завоевания титула чемпиона Европы. Продолжается розыгрыш чемпионата Кемеровской области по футболу. В перенесенном матче второго туром прокопчане принимали дома Распадскую УК из Новокузнецка. Новокузнецкая и Распадская УК наравне с Прокопьевским Шахтером и Ленинск-Кузнецкой Зарей Суэк являются лидерами первого круга розыгрыша чемпионата Кузбасса. Распадская угольная компания перед этим матчем имела стопроцентный показатель набранных очков и две игры в запасе. Шахтер же с девятью очками располагался на втором месте турнирной таблицы. Распадская лидер чемпиона посчитается. Мы все опытные, все умеют играть в футбол и хорошо умеют играть в футбол. Но несмотря на то, что они лидеры, мы идем еще к первой тройке сами по себе. Ну и настроены на победу. Первый тайм прошел в упорной и вязкой борьбе. Команды играли с оглядкой на свои ворота, поэтому опасные моменты практически не возникали. Но все же немного ближе к голу были гости. В середине первого тайма игрок Новокузнечан решился на дальний удар, после чего мяч по замысловатой траектории угодил в перекладину. Однако уйти на перерыв без забитых голов команды не смогли. В самом конце первой половины матча распадская УК после подачи углового смогла открыть счет, забив пресловутый гол в раздевалку. Во втором тайме акцент игры не поменялся. Равная игра с минимум опасных моментов, как у одних, так и у других ворот. Но чуть удачливее в этом противостоянии оказались соперники, которые на 65-й минуте смогли удвоить свое преимущество. После второго мяча гости закрылись и начали сушить игру. В итоге матч закончился обидным поражением от одного из фаворитов чемпионата. Следующий свой матч горняки проведут дома. 3 июля наша команда сыграет с ФК Новокузнецк. Начало матча в 15.00. В оздоровительном центре «Елочка» стартовал второй сезон. В детский лагерь заехали порядка сотни ребят. На протяжении двух недель детвору ждет яркая, насыщенная, развлекательно-оздоровительная программа. А если вы не успели приобрести путевку в «Елочку», то звоните по номеру телефона 61 30 97 и заказывайте. Продажа на третий и четвертый сезоны уже началась. Стоимость отдыха 20 тысяч рублей. Также стоит напомнить, что в «Елочке» в этом году работает программа туристического кэшбэка. А это значит, что при оплате путевки картой платежной системы «Мир» скидка на отдых составит до 50%. В Ленинске-Кузнецком отгремел очередной этап чемпионата и первенства области по мотокроссу. В числе сотни участников выступили и прокопчане. Об итогах старта рассказывает наставник прокопьевской команды Сергей Яценков. «Прошел четвертый этап в городе Ленинск-Кузнецке чемпионата и первенства Кузбасса. От нашей команды ездило 8 человек. Два человека стали призерами. То есть Александр Вовк у нас занял второе место. Это класс 125 юниоры. А класс открытый 250 мужчины Владислав Плюхин занял первое место. Ну, также командное место у нас по итогу соревнований, по итогу чемпионата и первенства заняло второе место наша команда. Ну, в целом, ребята проехали достойно. То есть, кто были призерами, ребята давно занимаются. То есть мы возим и детей, кто только-только начинает заниматься, чтобы втягивались, росли. Получается, только самый грандиозный опыт можно приобрести на соревнованиях, не на тренировках. То есть, как ни крути, надо возить всех детей. Не только сильных. Всех. У нас проходит 8 этапов чемпионата первенства Кузбасса. 4 этапа уже прошло. Как я вам сказал, что в Ленинске будет 4 этап. Сейчас готовимся к 5 этапу. У нас будет в Мысках. Потом 6 этап будет в Промышленном. 7 этап будет проходить город Анжиро-Суджинск. И завершающим будет Прокопьевск. То есть, в Прокопьевске будет и чемпионат России, и всероссийские соревнования, и первенство, и чемпионат Кузбасса. То есть, сразу будет 3 соревнования в 1. Как театр начинается с вешалки, так здоровый образ жизни начинается с детства. Этого утверждения придерживается педагогический состав детского сада номер 101 «Березка», который в числе первых присоединился к проекту «Лето с ГТО в Кузбассе». «Лето с ГТО в Кузбассе» – уникальный проект, который реализуется в нашем регионе уже четвертый год. Его задача – привлечь к выполнению нормативов комплекса как можно больше людей. И она успешно решается. Количество пополнивших армию ГТО выросло в десятки раз. А сам принцип организации проекта принят на федеральном уровне. Мы активно поддерживаем и участвуем в этом проекте. Проводим ежегодно в летний период времени различные мероприятия. У нас в этих мероприятиях участвуют не только дети, студенты, но и взрослое население. Потому что люди в отпусках есть намного больше свободного времени принять участие. Мы проводим различные площадки ГТО, фестивали. Одним из участников «Лето ГТО» в 2021-м стал коллектив 101-го детского сада «Березка». Сотрудники признаются, выполнить нормативы комплекса для них дело чести. Ведь воспитанники именно этого детского сада были признаны лучшими на муниципальном этапе фестиваля «Малыши Кузбасса шагают в ГТО». А в региональных состязаниях наши малыши завоевали серебро, уступив команде областной столицы. Наш детский сад уделяет очень большое внимание сохранению и укреплению здоровья как воспитанников, так и педагогов. Наши воспитанники одни из первых успешно выполнили нормативы ГТО среди дошкольных образовательных учреждений города. Но и педагоги не остались в стороне. Они очень активно поддержали инициативу детей, присоединились к акции «Лето с ГТО» в Кузбассе. Мотивировали педагогический коллектив на это сами дети, своими победами, своими достижениями. Всем участникам шестой по девятую ступени предстояло выполнить четыре норматива. Два из числа обязательных, два на выбор. Захотелось самой попробовать и здесь в коллективе получилась такая возможность, что все решили дружно поддержать наших воспитанников, которые в декабре сдавали ГТО. И мы с девочками попробовали, у нас стало получаться и решили, что все-таки нужно попробовать и сдать. И вот сегодня мы все здесь. Кто-то готовился дома, кто-то здесь готовился в период сон-часа. Мини-группа была организована, вот с Юлией Александровной девочки готовились упорно в течение нескольких недель, уже выполняли нормативы и, собственно, поднимали свой боевой дух и настрой. Но самое простое для меня это наклоны, потому что с детства садилась на шпагат и это не составило сложности. Но самое сложное, наверное, это все-таки разгибание и сгибание рук в упоре лежа, потому что, ну, уже тяжело становится это делать. Но для меня это тоже была несложная задача, потому что все равно у меня маленькие дети, мы и дома отжимаемся, и прыгаем, и бегаем. Поэтому, так скажем, молодым родителям, наверное, сдать нормативы ГТО не будет достаточно сложно, потому что это постоянный жизненный тонус, который нас не то что подвергает на определенные достижения, но просто заставляет жить именно в тонусе. По итогам испытаний педагогам предстоит доздать необходимые тесты и ждать присвоения заветного знака. Продолжение темы. В 2021-м, в год 90-летия ГТО, в Кузбассе разработали уникальный проект «Марафон возможностей ГТО без границ» для людей с ограниченными возможностями здоровья. Что он из себя представляет и как был реализован в следующем материале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За шесть небольшим лет существования современного комплекса «Готов к труду и обороне» это движение стало, пожалуй, одним из самых массовых в стране. Во многом благодаря огромному количеству фестивалей, конкурсов и проектов для разных категорий населения. В масштабных спортивных праздниках принимают участие сотни тысяч поклонников здорового образа жизни. Не знают границы возраст желающих выполнить нормативы. К испытаниям приступают как дошкольники, так и участники ветеранских движений. Одним из ярких примеров доступности комплекса стала разработка нормативов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кузбасс поддержал полезную инициативу в числе первых. Начиная с 2019 года к выполнениям испытаний приступили порядка 500 граждан этой категории населения. Более 300 из них выполнили нормативы комплекса на знаке отличия. Многие традиции советских времен, они были объединяющими. Эта спортивная традиция, она очень хорошо влияет, в том числе и на меня, на ребят влияет, на БТО. Было интересно посмотреть, на что способен человек, насколько это действительно для людей с инвалидностью сложно или нет. Может быть, кому-то пришлось через голову даже прыгнуть, потому что для кого-то отжимания или упражнения на пресс были тяжеловаты, для кого-то подтягивания были тяжеловаты. Это было интересно. В 2021-м, в год 90-летия ГТО, в Кузбассе решили шагнуть еще дальше. Разработали и реализовали уникальный проект «Марафон возможностей ГТО без границ», который стартовал в феврале. Нововведение получило жизнь благодаря совместной работе Министерства физической культуры и спорта и Министерства социальной защиты населения Кузбасса, а также Центра спортивной подготовки сборных команд области, регионального оператора ГТО. Суть проекта проста и понятна. Используя передвижной мобильный комплекс, организовать выполнение нормативов готов к труду и обороне для получателей социальных услуг, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, и дать им возможность окунуться в мир спорта. В 2020 году у нас было такое хорошее событие, произошло нам, региональному оператору ГТО, правительство Кузбасса, приняло решение купить новый мобильный центр тестирования ГТО. Мы решили запустить новый комплекс ГТО на реализацию социальных проектов, то есть донести ГТО и довести ГТО до каждого жителя Кузбасса. Первый комплекс у нас уезжает далеко в территорию, а новый будет решать социальные проблемы. Реализовать проект решили в три этапа. Первый из них – образовательный. В его рамках специалисты муниципальных центров тестирования, волонтеры и сотрудники государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения прошли масштабное обучение. Судейские и волонтерские бригады в течение 10 дней познавали тонкости проведения мероприятий по приему нормативов комплекса у лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Знакомились с правильной техникой выполнения упражнений на практике, а также разбирали психологические аспекты общения при работе с данной категорией населения. Была затронута тема этики и как правильно общаться с людьми с ограниченными возможностями, что нужно помогать им, но тоже не перегибать палку, чтобы не показывать их особенности, присаживаться к ним, чтобы контакт был зрительный, глаза в глаза, но не сверху вниз, не облокачиваться ни в коем случае на коляску, потому что это их личное пространство. Не ожидала, что есть столько нюансов. Это было очень познавательно и в ходе марафона я применяла все полученные знания. Такой подход, говорят сотрудники центров тестирования, не случайен, ведь нормативы комплекса для людей с ограниченными возможностями здоровья несколько отличаются от привычных. В каждой возрастной ступени спортсменам предлагается к выполнению ряд уникальных испытаний, например, бег или езда на коляске, метание мяча в кольцо или корзину, приседания, наклон вперед из положения сидя, удержание медицинбола на прямых руках, выкрут плечевых суставов. В государственных требованиях представлены нозологические группы 4. Для всех нозологических групп свои государственные требования, в зависимости от того, что человек сможет сделать и какие у них заболевания. На втором физкультурно-оздоровительном этапе проектом специалисты муниципальных центров тестирования побывали в гостях с информационно-пропагандистскими и физкультурно-оздоровительными миссиями в учреждениях стационарного социального обслуживания. Организовывали мастер-классы по технике выполнения нормативов комплекса и принимали их в тестовом формате. И ручки надо опустить вниз. Молодец! А поближе палочку взять. Мы принимали в тестовом режиме наши все участники с ограниченными возможностями здоровья. Они познакомились с нормативами. Мы им показали мастер-классы. Они освоили технику выполнения и уже самостоятельно проходили подготовку у себя в стационарах. Самым масштабным и наиболее интересным стал третий этап. Непосредственно выполнение нормативов на знаке отличия ГТО. В его рамках передвижной комплекс мобильный центр тестирования запланировал к посещению 12 стационарных учреждений социального обслуживания населения. Стартовать решили с Прокопьевска. Поскольку в Прокопьевске нет таких стационарных учреждений, но Прокопьевск территория спорта и нам очень хотелось принять участие в региональном проекте «Марафон возможностей». И мы предложили, чтобы у нас приняли участие в данном проекте ребятишки из коррекционной школы номер 3. Я решил принять участие, потому что тут можно проверить, насколько я могу дальше прыгнуть, насколько я ловчее, сильнее можно проверить. За месяц с небольшим передвижной комплекс мобильный центр тестирования ГТО Кузбасса побывал в Мыска, Белово, Тисуле, Юрге, Колтане и Анжеро-Суджинске. Не остались в стороне северная и южная столицы региона. Во всех территориях, будь то городской или муниципальной округа, везде, где есть государственные стационарные учреждения социального обслуживания, судьи мобильного центра, муниципальных центров тестирования и волонтерские бригады организовывали для жителей учреждений социального обслуживания настоящие праздники спорта. Очень сложно. Что нам надо делать, мы все делаем. Нас учили. В интернате готовились. Что здесь делали, что и там делали. Все успешно. И 40 раз как положено. Как положено, так и сделал. Все по концу отлично идет. К успеху все. Самое сложное для меня было отжимание на руках. Так-то каждый день отжимаемся. Сегодня неожиданный такой день. Для меня нет сложных. Я просто беру и делаю. Поэтому как бы все нормативы нормальные, хорошие. Поэтому как к этому вопросу будешь подходить? А как нужно подходить? Положительными эмоциями. Тогда будет все хорошо. Результаты выполнения нормативов комплекса ГТО участниками проекта будут занесены в электронную базу данных результатов тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО к труду и обороне для получения знаков отличия ГТО. Из 310 человек, принявших участие в проекте, 212 выполнили их на знаке отличия различных степеней. Кроме того, каждый участник получил памятную медаль ГТО и диплом. Много интересного о спортивной жизни нашего города можно найти на YouTube и Instagram каналах управления по физической культуре и спорта администрации Прокопьевском. Адреса страниц которых вы видите на своих экранах. Кроме того, свежие выпуски программы Спортлайв будут публиковаться на сайте спортивного ведомства в разделе новости. На сегодня это вся информация. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok